Эйджим 183 E-RRW, американская отмененная перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком, разработка подразделения Lockheed Martin. США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как Россия и Китай уже сообщили о его успешных испытаниях и взятии на вооружение. В августе и октябре 2023 года ВВС США провели заключительные испытательные полеты своей отмененной программы гиперзвуковых ракет Эйджим 183A, которую планировали поставить в строй в 2022 году. Они продолжали испытания, чтобы получить представление о других гиперзвуковых программах, которые все еще находятся в стадии реализации. Во время запусков постоянно проявлялись какие-то неполадки, все шло не так, как планировалось. Как-то непредвиденно ВВС США сталкивались с частыми трудностями при разработке этой ракеты. Например, во время первого испытания в 2021 году ракета так и не смогла покинуть крыло бомбардировщика. Во время второго не заработал двигатель ракеты, а третий повторила судьбу первого. Вместе с тем, первое успешное тестирование гиперзвуковой ракеты состоялось в мае 2022 года, который вполне можно было бы назвать небольшим прорывом в этой программе. Но даже это не изменило общего настроя. Хотя ракета была задумана как гиперзвуковой планирующий аппарат с обычным вооружением, в котором использовалась одноступенчатая твердо-топливная ракета-носитель. По-видимому, модифицированная версия ракетной системы MGM-140 Атакмс. Максимальная скорость ARRW была неизвестна, а максимальная дальность полета могла превышать 1600 километров. В ходе испытаний, AGM-183A запускалась с бомбардировщика B-52H Stratofort S. Но ВВС также планировали интегрировать ее с бомбардировщиком B-1 B-Lancer и F-15E Strike Eagle. В результате, в марте 2023 года, представители официального Вашингтона заявили, что учитывая противоречивые результаты испытаний программы, вызванные проблемами с аппаратным и программным обеспечением, сервисное подразделение не намерено продолжать закупку ракеты после завершения испытаний. Отказ от ракеты выглядит симптомом более широких проблем, с которыми сталкивается США в ускорении разработки программ со скоростью M5+, стараясь в ускоренном темпе создать ответ на разработки гиперзвуковых ракет в Китае и России. Спешка привела к отмене армии США нескольких испытаний своего гиперзвукового оружия дальнего действия, отложив его первоначальное запланированное развертывание в 2023 финансовом году на перспективу. Как известно, основная проблема гиперзвуковых ракет в управляемости на скоростях M5+. Скорости выше M5 достигают практически все баллистические ракеты. Однако при входе в атмосферу они сталкиваются с колоссальным сопротивлением и как следствием нагревом ракеты до температуры выше 2000 градусов по Цельсию. То есть всего в три раза меньше температуры Солнца. При таких скоростях оболочка ракеты покрывается плазмой, слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи, соответственно такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно. Несмотря на это Россия со своими авангардом, цирконом и кинжалом, а Китай с DF-27, DF-17 и W-14 заявили о создании гиперзвуковых ракет. В России даже говорят о каких-то фантастических характеристиках межконтинентальной ракеты «Авангард». Якобы «Авангард» при приближении к цели способен резко маневрировать на гиперзвуковых скоростях, аж до 27 раз превышающих скорость звука, а это около 34 тысяч километров в час. Хотя, наверное, как в том анекдоте. А что тебе мешает тоже такое сказать? Сейчас у ВВС США есть еще два прототипа гиперзвуковой ракеты, и служба планирует протестировать их после того, как разберутся, что же пошло не так с недавними испытаниями AGM-183 и ERRW. Выступая перед Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, «Мы не остановились на ERRW. У нас еще есть ресурсы для завершения программы испытаний. И мы воздержимся от суждений до тех пор, пока не увидим, как это работает, и не определим наши приоритеты в будущем». Кажется, это противоречит ранее сказанному. Когда в марте испытание не удалось, и Кендалл подтвердил, что это был неудачный тест. Он также сообщил законодателям, что служба более заинтересована в ударной крылатой гиперзвуковой ракете ХЦМ, по сравнению с ERRW. Что касается дальнейших планов по ракете ERRW на 2024 год, то вооруженные силы США выделили 150,3 миллиона долларов и отметили, что должны завершить прототипирование и летные испытания. Для сравнения, на этот проект в 2022 и 2023 годах выделялось 308 и 115 миллионов долларов соответственно. Будущее ERRW под вопросом, в том числе и решение о том, необходимо ли продолжать программу. Вероятно, это станет частью бюджетного процесса на 2025 финансовый год. ВВС переключили свое внимание на разработку гиперзвуковой ударной крылатой ракеты ХЦМ с целью ее применения уже в 2027 финансовом году. В ракете используется сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Плюс у нее меньшие размеры, по сравнению с ERRW, позволяющие интегрировать ее на большее количество типов самолетов. Немаловажную роль сыграло изучение обломков российских кинжалов, сбитых патриотом под Киевом в мае-июне 2023 года. Несмотря на громкие заявления, ни Китай, ни Россия в настоящее время не обладают гиперзвуковой крылатой ракетой воздушного базирования, хотя считается, что Россия работает над ней в рамках программы изделия 75, известной как «Гремлин». В то же время Китай и Россия уже развернули межконтинентальные ракеты наземного базирования и разрабатывают другие типы систем, способных развивать скорость М5+. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...